ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Яркие блестящие одежды и хорошее настроение. У Чуваший праздник в честь окончания весенних пассивных работ принято отмечать на широкую ногу. А котой зародился в чувашских деревнях и всегда праздновался в лесу или у воды, как символ единения с природой. Начинается с пляски, с песен, хороводы. То есть праздник этот всегда проводится весело и радостно. Но для того, чтобы провести весело и радостно праздник, надо хорошо поработать. В древние времена в этот день Чуваши соблюдали множество ритуалов. Старейшины обращались к духам земли, а молодежь гадала. В наши дни на Акатуй принято накрывать богатый стол, зазывать в гости родственников. По традиции Чуваши наряжаются в красно-белую национальную одежду. Она, скорее всего, связана с чистотой, все-таки белой и красной, и с радостью какой-то красной цветы. Как и на любом национальном празднике, народные гуляния, танцы и песни на Чувашском, посвященные труду и благополучию. Будем петь о родственниках, которые вместе хорошо поработали, закончили пастерную, и вместе сейчас за одним столом сидят, и чтят, и празднуют, и благодарят друг друга, и вместе отмечают это. Всего в Самарской области проживают порядка ста тысяч Чувашей. Этот народ на третьем месте по численности после русских и татар. Главные национальные торжества пройдут 6 июня в селе Рысакина. Поздравления будут принимать Чуваши со всей губернии, естественно, на родном языке. Дорогие друзья, поздравляю с великим праздником Акатуй. Желаю здоровья, любви, счастья и добра. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.